Будучего не существует Реальность предстает перед нами всегда самым неожиданным образом, возвращая нас к настоящему порядку вещей. Искусство, на мой взгляд, является наиболее чутким способом восприятия окружающего мира. Оно впитывает в себя реальность, отражая ее невидимые стороны, через которые возможно разглядеть будущее. Сегодня мы все стали героями кинематографического произведения. Если бы мы увидели его в кинотеатре, мы бы никогда не поверили, что такой сюжет может произойти с нами. Многие думают, что война, экологические, техногенные бедствия могут случиться с ними лишь на экране. Сегодня мы вынуждены вернуться из мира фантазмов в реальность. Прошлое – такая же иллюзия, как и будущее. Оно прошло, и его больше не существует. Есть только настоящий и наш опыт, который мы должны принять и отпустить, освободив пространство для нового. Сегодня мы имеем новые ограничения и разрушительные последствия пандемии, которые при этом открывают новые горизонты. Мы все больше погружаемся в виртуальное пространство, общаемся через онлайн-мессенджеры. Наше сознание фрагментируется. Мы смотрим на пейзаж и свое тело через фрагменты цифрового изображения, на которые распадается наша реальность. Это дает возможность встретиться с миром и самим собой по-новому. Мы находимся на границе нового этапа восприятия себя и окружающего мира, что, безусловно, откроет новые возможности. Нужно быть готовым оставить старые системы и быть открытым к новым. Я думаю, что пандемия закончится, но тот мир, который был прежде, не вернется. В условиях ускоряющего эстетика, который был прежде, не вернется. В процессе информационного потока важно уметь быстро переключаться и видеть ситуацию с разных сторон. В этом может помочь произведение искусства, позволяющее увидеть вещи под неожиданным углом. А это всегда дает новые возможности для развития. Это то, что позволяет двигаться дальше. Я хочу вспомнить строки из стихотворения «Жизнь, жизнь» одного из моих любимых поэтов Арсения Тарковского. Причувствуем, не верю, и примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда, я не бегу. На свете смерти нет. Причувствуем, не верю, и примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда, я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертны все, бессмертны все. Не надо бояться смерти. Ни в 17 лет, ни в 70. Есть только яфе свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком.